Всем доброе утро! У нас сегодня на завтрак Новый чокупай Кто уже пробовал Новый чокупай, напишите, понравилось ему или нет Ну, я, конечно, буду гречку свою есть Но, детки, у меня сейчас кушают новый чокупай Блин, да вкусно пахнет! Я сейчас распечатывала Кто-нибудь раскусил уже его? Я Ну-ка, вкусный! Ну-ка, дай-ка Нет, ты вытащила этот пирожный Как он там выглядит внутри? Как шоколад там внутри Так вкусно пахнет! Там зефирка Потом там эти Вот в этом белом тесте Там капельки шоколада И вот белой зефиркой Там апельсиновая Это, хорошо, там апельсиновая Начинка еще есть Кошка воет Надо ей дверь пойти открыть Только что поел, он хочет проверить Наверное, может, еще ему В миску корму положили Красивая такая упаковка Прям, мне кажется, какая-то новогодняя А это моя гречка Сейчас отойду детей в школу И буду завтракать В общем, сегодня второй день моей диеты В общем, один день прошел Я еще не завтракала И восемьдесят два двести И восемьдесят два двести То есть вчера было восемьдесят четыре Четыреста, сегодня восемьдесят два двести Сейчас еще раз могу Завеситься Вот Восемьдесят два двести Всем приятного аппетита! Это мой завтрак В отличие от некоторых Кто утром ел чокопай Очень уж он вкусно пах В отличие от запаренной гречки Потому что она все-таки имеет, знаете, такой сырой запах Ну, вы видели, да, на весах Что скинулось у меня Два килограмма Ориентировочно два литра Лишней воды В организме скопилось И сейчас вес составляет восемьдесят два двести Ну, конечно, каждый день он не будет уходить по два килограмма Я вообще лично рассчитывала всего лишь, ну, грамм на пятьсот за первый день Вот В общем, с каждым днем он уходит все меньше и меньше Но Все равно уходить будет, если, в общем-то, соблюдать диету То есть у меня вот этот вот объем порции Я завешиваю на весах кухонных сто грамм И здесь у меня двести миллилитров чая Но я выпиваю только половину Еще, знаете, я про такой момент хотела сказать, что Вот, например, некоторые врачи, да, они рекомендуют Выпивать на ночь стакан кефира Потому что гречка, она может высылать проблемы Желудочно-кишечным трактам В том числе и она может вызывать запоры Вот Вот То есть для того, чтобы очищать кишечник Может помочь кефир Но я буду, в общем, соблюдать диету Так что, в общем-то, гречка, вода и чай И все без сахара, без соли И посмотрю хотя бы вот на реальный результат Какой будет у меня Ну, с учетом того, что у меня еще метаболизм Он такой заторможенный За день у меня получается 4 порции по 100 грамм гречки Ну и, соответственно, чай или вода То есть это завтрак, обед, полдник и ужин Ужин до 7 часов То есть последняя самая В общем, рассказываю самочувствие в первый день диеты Сон у меня был плохой Вот Весь первый день диеты У меня вот выходила вода Да, вот эти 2 килограмма 2 литра И, грубо говоря, я целый день ходила в туалет Это вот ладно Мне не надо было никуда ехать Потому что В общем, я была дома в этот первый день Потому что, скорее всего, если бы у меня были какие-то дела Я вряд ли бы первый день села на диету Так И еще, значит, такой момент Вот сон был у меня почему-то плохой Не знаю, может быть, из-за погоды, да Потому что у нас то 0 градусов Сегодня ночью был минус 11 Вот Пошли мы в школу Все такое опять замерзшее Все машины выни Вот Очень холодно было На утро я себя чувствую довольно-таки бодро Знаете, такое состояние И, на самом деле Я вообще, в принципе, такой человек Я больше Вот, например Мне легче работать ночью, да Мне легче работать в вечернее время Нежели вот в утреннее И поэтому я вот перед сном Я вообще довольно-таки чувствовала какую-то бодрость Знаете, такое И спать, на самом деле, совсем не хотелось Вот Не знаю, связано это с диетой Или связано это с погодой Вот здесь как бы не знаю я точно Но вот такое было, в общем Самочувствие Потому что, знаете, есть такое Что вот Покушаешь, да Вечером И ляжешь спать Как медведь Да, и быстро засыпаешь Здесь я спала Что-то как-то беспокойно Вот Хотя чувство голода Я не испытывала И, значит, еще такой момент Утром уже Ну, если я чувствовала нормально Уже, естественно, я не бегаю целый день в туалет И я не хочу в туалет, например Да, чтобы вода у меня уходила, например То есть, такого уже нет Вообще нет, совершенно То есть, видимо, все вот эти два литра лишней воды вышли Но, знаете, как-то так Вот вчера у меня не было такого Мне хотелось, да, вот это Съесть мясо Там сегодня утром Хотелось есть эти печеньки Но вот я когда поела гречку, да, сейчас с чаем У меня почему-то так, знаете, как-то будто осталось чувство голода Вот как-то так Ну, сейчас это все, конечно Конечно, она там желудок пока переварит эту гречку Но чувство голода у меня, в общем, осталось такое какое-то Не знаю я То, что гречка, это, кстати, не самый легкий для переваривания желудка продукт Вот Ну, в общем, как-то так я себя чувствую Еще такой момент Значит, если кто-то, да, вам рассказывает о том, что Ой, легко сидеть на гречневой диете Легко вообще сидеть на какой-то диете Ведь это все неправда Вот я сколько сидела на диетах Сидеть трудно, да, потому что вы себе во всем отказываете Тем более, одно дело, когда вы, да, все-таки где-то живете далеко от всяких фастфудов Всяких пиццерий, магазинов Там не так много, да, а у нас каждый метр магазин Каждый метр у нас фастфуд Макдональдс, Ростик, Бургер Кинг Все, знаете, вот натыкано Потом еще всякие вот эти Восточная выпечка всякая, понимаете Здесь и дома ты приходится готовить, семье То есть вот эти все запахи и ароматы, они, конечно, тоже очень мешают И когда кто-то другой ест что-то, да, такое вкусненькое Вы сидите на диете Это все очень сложно А те, кто, может быть, ну, не знаю, 18 лет легко сидеть на диете Ну, это вот смотря кому, например, кто уже, конечно, сильно вес перебрался на ответ Тоже будет очень сложно от всего отказаться От шоколадок там, от всяких пирожных, булочек, вот этого всего Вот, так что сидеть на диете трудно, трудно Но здесь уже, знаете, как бы борьба с самим собой, да, вот со своей силой воли В общем, ну, как-то так Вот Ну, очень-очень большое должно быть желание у вас для того, чтобы сесть на диету И, знаете, есть, да, такие мотивирующие всякие видео диетические Как там на диету сесть и как там на ней сидеть Но Не знаю, вот сколько, вот, например, видео этих не смотрел Вот пока у вас собственное желание не будет сесть на диету Вам вот ни одно видео не поможет, на самом деле То есть это должно быть такое глубокое желание похудеть, прям, да Или глубокое желание сесть на разгрузочный день Потому что, поверьте, мне даже на разгрузочный день сесть очень трудно, вот Короче, будем держаться, я буду держаться Я, значит, сегодня вот у меня сейчас одна еда была, да, завтрак И, в общем, еще будет обед, полдник и ужин, вот Ну, я пока у меня, я не буду, даже если я хочу, да, что-то там скушать Я не буду, то есть я буду, хочу, у меня просто даже уже ради интереса Мне интересно, что будет вот спустя неделю То есть насколько уйдет реально вес, если соблюдать диету правильно С учетом того, что у меня вообще проблемы с вот этим вот метаболизмом У меня очень плохо уходит лишний вес То есть мне нужно всегда себя всю жизнь контролировать, в чем-то ограничивать Вот Как-то так В общем, как-то так Все, всем желаю я хорошего дня, отличного настроения Если вы тоже сели на диету или вы собираетесь сесть на диету Присоединяйтесь, потому что вместе будет легче Вы знаете, кстати, вот что я хочу сказать Что если вы с кем-то сидите на диете, например, с подружкой Как-то там 10 лет назад я с подружкой сидела на диете, было легче То есть мы с ней вместе работали Даже это было больше, наверное Ну нет, где-то ориентировочно, да, где-то 10-12 лет назад Мы с ней вместе работали Мы с ней вместе, помню, сидели на диете полтора месяца Это было очень легко, потому что мы целый день проводили на работе И мы одинаково питались То есть не было такого, что кто-то какие-то пироженки принес Кто-то чего-то там кофе попил То есть мы с ней прям целенаправленно Друг друга поддерживали, говорили, как мы хотим кушать, в общем Но сидели с ней на диете, мы хорошо тогда похудели Я похудела на 8 килограмм тогда Вот, но я худела с меньшего веса намного То есть я худела с 65 до 55 Ой, даже 10 килограмм, вот я ошиблась Но я потом, знаете, что-то там, короче, до 58 набрала обратно Но мой вес вообще стабильный 60 При росте 173, мой вес как бы 60 Вот мне комфортно в этом весе, короче, не больше, не меньше Ну, нормально как бы Вот, я всегда так весела При 173, 60 Когда меньше, ну, можно так Но это уж сильно, знаете, вот для меня Сильно нужно себя в чем-то ограничивать То есть вообще там ничего практически не есть Там овощи и крупы, например, да Или чисто вот мясо, например, одно То есть ничем не мешать То да, еще так вот как-то можно очень сильно быть худой Или голодовку себе объявлять на 3 дня Но в целом, ну, в общем, мы с ней худели вместе, нам было легче Поэтому присоединяйтесь к похудению Как раз вот, смотрите, до Нового года остался месяц Можно скинуть за этот месяц какие-то лишние килограммы И потом вкусно покушать на Новый год Потому что вот, в принципе, в новогодние праздники Я себе не собираюсь ни в чем отказывать Потому что, ну, я переборщать тоже не буду, да Но в чем-то отказывать не буду Потому что там начнутся вот Новый год Потом там гости туда-сюда Придется ездить, да, я даже не будешь там Приедешь в гости, не будешь же говорить Ой, я это не хочу, но неприятно, да, будет Человеку, который готовил Так когда вы будете фукать, мукать, говорить, что вы на диете Отказываться, это тоже как бы некрасиво Вот, поэтому конкретно как бы в новогодние праздники Я не планирую сидеть на диете То есть там с 1 января по 12 я вот на диете не буду сидеть Возможно, после Нового года я снова сяду на диету Потому что вот мне все-таки вот интересно Смогу ли я скинуть вот до своих 60 килограмм Мне просто это интересно вообще Смогу ли я пересилить себя? Вот Ну, хотелось бы, знаете, да Хотелось бы себя пересилить и В общем, доходить все-таки до этого веса Потому что мне легко в этом весе как-то Ну, там, когда ваш вес, да Вы сами понимаете, что вам комфортнее с ним жить Нежели с каким-то другим весом Вот Ну все, прощаюсь с вами До скорых видео До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok